Это третье видео про фишки iPhone и здесь я рассказываю про функции iOS, которые могут сделать вашу жизнь и взаимодействие с iPhone немножечко проще. В предыдущих двух выпусках мы уже рассмотрели 24 крутых фишек iPhone и в этом видео мы поддерживаем традицию и сейчас я расскажу про еще 12 фишек, про которые, возможно, вы не знали. А еще в предыдущих двух видео мы рассматривали фишки только вплоть до iOS 13, но начиная с этого видео я уже буду рассказывать фишки из iOS 14, когда вы ее установите, то можете сразу же опробовать. Давайте начинать. И первая фишка нам сразу же прилетает из iOS 14 – это вызов дополнительных функций, если мы несколько раз коснемся задней крышки iPhone. Просто офигительно. Например, чтобы открыть пункт управления, нужно тянуться рукой до правого верхнего угла экрана – это не всегда удобно. С данной же фишкой я могу просто два раза тапнуть по задней части iPhone и у меня откроется пункт управления. И помимо двух тапов можно также сделать еще и три быстрых тапа, и тогда произойдет другая функция, например, у меня это скриншот. Где найти данную функцию, начиная с iOS 14? Нужно перейти в настройки «Универсальный доступ», «Касание», спускаемся в самый низ и находим функцию «Коснуться сзади». Давайте, например, перейдем в двойной тап. Первая часть – это у нас системные функции, если что, можете поставить на паузу и посмотреть. Вторая часть – это «Универсальный доступ», и третья и четвертая часть – это прокрутка и быстрые команды от Siri. Соответственно, каждый может выбрать то, что ему нужно. И это очень хорошо, что Apple вообще никак не ограничивает данную функцию. И смотрите, один прикол. Как я сказал, здесь доступны команды Siri, и в командах Siri у меня есть команда «OK Google». Давайте мы ее активируем, перейдем на главный экран. Так вот, если мы зажмем клавишу питания, мы вызовем Siri. Но если я сейчас два раза тапну по задней части айфона, то у меня откроется Google Ассистент – это просто киллер фича. Теперь, если мне что-то нужно, я могу спросить у Siri, но если мне нужно что-то посложнее, я могу спросить у Google Ассистента, и это, конечно, очень прикольно. Следующее. Часто так бывает, что нам приходят баннерные уведомления из мессенджеров, и вместо того, чтобы быстро на них ответить, нам приходится переходить в приложение. И вместо того, чтобы переходить в сам мессенджер, там что-то отвечать и возвращаться обратно, можно отвечать на сообщения прямо из баннерных уведомлений. Нам приходят новые уведомления, и вместо того, чтобы в него переходить, я просто делаю свайп сверху вниз, у меня открывается диалоговое окно, я что-то отвечаю, отправляю и остаюсь в том приложении, где я и был изначально. Следующая фишка – это таймер на мультимедиум. Я знаю многих людей, кто слушает музыку перед сном, либо начинает смотреть видео, засыпает, а видео идет, либо музыка до сих пор проигрывается, но это можно решить с помощью данной функции. Для этого переходим в приложение «Часы», переходим в раздел с таймером, нажимаем по окончании, скролим в самый низ и находим вкладку «Остановить». Устанавливаем таймер, например, давайте поставим его на 5 секунд. И теперь, если я начну проигрывать как видео, так и аудио, и после этого поставлю такой таймер, например, на 5 секунд, начинаю смотреть видео, предположим, что я заснул, а видео потом автоматически остановится и телефон не будет садиться батарейку. Следующая фишка – это быстрая замена текста. Часто так бывает, что нам необходимы шаблонные фразы, например, имена, карточки, номера телефонов, е-мейлы, какие-то реквизиты и т.д. и т.п. И каждый раз нужно это вводить, это долго и неудобно. Например, давайте я введу одну из таких замен, я введу «SZK» и у меня выдастся предложение «Спасибо за комментарий». Все работает очень быстро и легко. Где это активировать? Для этого, конечно же, переходим в «Настройки», «Основные», «Клавиатура» и «Замена текста». И здесь мы можем вводить маленькую фразу и ее расшифровку. Переходим к следующей фишке. Я думаю, у каждого такого было, что вы сидите в телефоне перед сном, рядом кромешная темнота, ничего не видно, кроме дисплея самого смартфона. И очень часто бывает, что минимальной яркости не хватает и белый цвет, особенно на всевозможных сайтах, очень резко бьет в глаза, это неприятно. И на айфоне, конечно же, есть функция, которая поможет решить данную проблему. Для этого переходим в «Настройки», «Универсальный доступ», «Дисплей и размер текста», спускаемся немножко ниже и находим функцию «Понижение точки белого». Данная функция уменьшает интенсивность ярких цветов. Грубо говоря, вы можете понизить яркость до минимального уровня, и с данной функцией можете открыть еще и второй уровень минимальной яркости. Но вот каждый вечер ходить в «Настройки», искать ту функцию, активировать ее — это не очень удобно, мы можем это сделать намного быстрее. Для этого переходим в «Универсальный доступ», спускаемся в самый низ и находим «Быстрая команда», здесь активируем понижение точки белого. После этого переходим в «Главное меню», идем в «Управление» и находим такой пункт, как «Команда для универсального доступа». Добавляем ее в наш пункт «Управление», и теперь, когда вы будете вызывать пункт «Управление», будет доступна данная функция, активируйте понижение точки белого и наслаждайтесь хорошим дисплеем ночью, и не режете себе глаза ярким цветом. Следующая функция — это «Быстрый и встроенный поиск песен». Я думаю, каждый слышал про приложение Shazam, которое умеет определять мелодии. Так вот, Apple его себе купила и интегрировала прямо в iOS Siri. Соответственно, если вы спрашиваете Siri, что сейчас за музыка, что это за песня, либо просто фразу «Shazam», то активируется движок «Shazam» и ищется музыка достаточно быстро. Давайте покажу, как это работает. Активируем Siri, говорим «Shazam». Работает очень быстро. У моцарта «Мелодия», нажимаем на уведомление и переходим сразу в Apple Music, в эту мелодию. Следующие фишки связаны с браузером Safari, и хотя лично я на постоянной основе пользуюсь браузером Chrome, я уверен, что подавляющее большинство, 90% плюс пользуются Safari на iPhone. Переходим в Safari, и для того, чтобы быстро скопировать URL сайта, не обязательно переходить в строку поиска, потом зажимать палец, потом высвечивается контекстное меню, скопировать, отменить — нет, все делается намного быстрее. Просто зажимаем палец на строке поиска и копируем URL сайта. Далее, если нажать на иконочку книжечки, то мы можем добавить данный сайт список чтения в закладки, либо все открытые вкладки сразу в закладки. Если зажать палец на иконочке с вкладками, то мы можем сразу закрыть все вкладки, закрыть конкретно эту вкладку либо, как можете видеть, открыть новую вкладку, либо открыть новую вкладку инкогнито. И если мы просто перейдем во вкладки и зажмем палец на иконочке с плюсиком, то мы можем открыть историю посещение сайтов и перейти туда, куда нам нужно. Следующая фишка — это широкоугольный модуль камеры на любом iPhone. То есть не обязательно иметь iPhone 11, iPhone 11 Pro и следующие версии. Для этого открываем панораму и, чтобы сделать типа широкоугольный снимок, делаем небольшой участок панорамы и вообще по опыту могу сказать, что детализация подобных снимков будет даже больше, чем на широкоугольном модуле iPhone 11 или iPhone 11 Pro, потому что панорама делается с основного модуля камеры, он более светочувствительный, а широкоугольный он менее светочувствительный, там больше шумов, меньше детализации. В общем, если хотите сделать качественный широкоугольный снимок, то его нужно делать через панораму. Следующая фишка максимально простая и одна из самых древних, но, возможно, вы ее не знаете. И я не понимаю, почему еще ни один производитель смартфонов, насколько я знаю, ее не скопировал. Например, если мы заходим в Twitter, мы находимся в середине ленты, нам нужно попасть в самое начало. Как это сделать? Просто тапаем на верхнюю часть экрана и попадаем в самый верх. Это просто гениально. И почему это еще не сделают на андроиде, мне непонятно. Следующая фишка — это работа с PDF-файлами. Если вы учитесь либо работаете, я уверен, вам очень часто приходится иметь дело с PDF-файлами. Так вот, чтобы хотя бы тупо их создавать, очень многие скачивают для этого сторонние приложения, хотя это вообще не нужно. Существует два метода создать PDF-файл на айфоне — первый через заметки, второй через файл. Если мы зажмем палец на иконке с заметками, у нас откроется контекстный мюди, мы видим сканирование документа. Либо же заходим в приложение «Заметки», нажимаем на иконочку с камерой и пункт «Отсканировать документы». Вот этот документ, он его выделяет желтым. Сохраняем. Можно здесь отрегулировать углы, если где-то случились небольшие ошибки — оставить. Можно сделать еще несколько снимков, и они объединятся в один большой PDF-файл. Это очень удобно. И чтобы вывести PDF-файл из приложения «Заметки», нужно зажать на нем палец, нажать потом «Поделиться» и, например, сразу сохранить в файл. Либо мы можем создать PDF-файл сразу в файлах, это намного удобнее и быстрее. Нажимаем в правом верхнем углу на три точки и вот у нас тоже есть пункт «Отсканировать документы». Причем, как видите, если там в заметках было желтое поле, то здесь оно такое вот синее. Все также прекрасно работаем, нажимаем «Сохранить» и он сохраняется сразу в файлах. Либо можно создать PDF-файл уже из готовых фоток, которые есть на вашем айфоне, либо вам кто-то прислал. Для начала закидывайте их в приложение файлы. Далее правый верхний угол. Выбирайте в хронологическом порядке, как они должны быть в документе. Далее правый нижний угол – три точки и создаете PDF-файл. Нажимаем на него, вот видим сразу три фотографии и тем самым можно регулировать документы на айфоне. А еще, если вам нужно подписать электронный документ, например, вам присылают PDF-файл и, чтобы его не печатать, потом не расплицываться ручкой, отсканировать опять и создавать в PDF и отправлять, можно все это сделать сразу на айфоне намного быстрее. Для этого выбираем нужный нам PDF-файл. Правый верхний угол – иконочка редактирования, дальше нажимаем на плюсик и вот есть такая штучка – подпись. Мы создаем здесь свою подпись, либо та, которая у нас уже есть, причем это все синхронизируется через iCloud, например, я создал данную подпись на Mac и она у меня уже попала на айфоне. Могу ее редактировать побольше, поменьше и вставлять в то место, куда мне нужно. Мне очень часто, кстати, экономит время. Последние две фишки будут связаны с управлением текста и первые из них – это свайпы тремя пальцами. Например, чтобы скопировать выделенный текст, достаточно свести тремя пальцами внутрь и текст скопируется. А если мы сведем их два раза быстро, то мы вырежем данный фрагмент текста. И чтобы вставить данный фрагмент текста, нужно развести пальцы из середины наружу, но это еще не все. Например, если вы случайно удалили какой-то кусочек текста, то можно сделать свайп тремя пальцами справа налево и вы отмените данное действие. Но если вы понимаете, что нет, я все сделал правильно, хотите повторить удаление, проводите тремя пальцами уже слева направо и вы повторите действие. И последняя фишка – это копирование всех этих действий, но уже не свайпами, вообще изначально они были придуманы для iPad'а, а просто нажатием трех пальцев на экран и у нас вызовется контекстное меню. Для того, чтобы его вызвать, просто кратенько касается тремя пальцами по экрану, у нас выпадает такое меню, где мы можем сделать шаг назад, вырезать, копировать, ставить и повторить данное действие. Причем шаг назад у нас действует не один раз, мы можем нажимать на него много раз и действия будут отменяться, и то же самое касается с шагом вперед, это очень удобно. И если вы сейчас такие, стоп, а зачем нам просто выделять текст, допустим, его копировать, вырезать, вставлять, зачем нажимать тремя пальцами по экрану, зачем делать свайпы тремя пальцами, это же бессмыслица наверное какая-то. На самом деле все применяется с учетом контекста, где-то, например, недоступно такое меню и тремя пальцами удобнее, а где-то сделать свайпы легче. Например, я всегда использую шаг назад этот свайп справа налево, а копирую в основном через касание тремя пальцами и вырезаю, это очень удобно, главное это делать на постоянной основе и вы к этому привыкнете. Надеюсь, что перечисленные фишки в данном видео были для вас полезны и вы узнали что-то новое, и если что-то, у меня есть набор как минимум еще из 12 фишек, которые выйдут в четвертом выпуске фишек айфона, ну а дальше мы уже посмотрим. В любом случае увидимся в следующих видео, всем удачи, всем пока!